9 июня 2022 года Россия отмечает 350 лет со дня рождения Петра Великого, первого императора Российского государства, царя-новатора, царя-труженика, коренным образом изменившего историческое развитие страны. Детская библиотека номер 9 округа Майская горка предлагает принять участие в викторине «Что я знаю о Петре?». В каком году родился Пётр Первый? В 1572, в 1672, в 1721 году, в 1725 году. Пётр Алексеевич родился 9 июня 1672 года в Москве. Его отцом был русский царь Алексей Михайлович Романов, а матерью Наталья Нарышкина, вторая жена царя. Пётр был младшим в большой семье Алексея Михайловича. Сколько лет было Петру Первому, когда его провозгласили царём? 10 лет, 12 лет, 15 лет, 20 лет. Царём Пётр Первый стал в 10 лет, в 1682 году, вместе с братом Иваном, которому было тогда 16. Иван был очень болезненным, Пётр слишком юным, поэтому государственными делами заправляла их старшая сестра Софья. Самостоятельно управлять государством Пётр Первый стал с 1689 года. Какие войска, созданные для военных игр Петра Первого, легли в основу Преображенского и Семёновского полков? Куражные, потешные, забавные, игровые. Свою юность Пётр Первый провёл в подмосковном селе Преображенском. Будущий император с детства увлекался военным делом. Из его сверстников было создано потешное войско, где Пётр Первый служил барабанщиком. Петровские войска назывались потешными не потому, что развлекали юного царя. Просто они находились за городом, в деревнях, куда цари со свитой выезжали на летние каникулы. Потому эти деревни и назывались потешными. На каком озере в конце XVII века была построена потешная учебная флотилия Петра Первого? На Ладожском, на Плещеевом, на Онежском, на Чудском. На Плещеевом или Переславском озере. Будучи двенадцатилетним мальчиком, Пётр вместе с братом обнаружил в амбаре царской резиденции старый английский ботик – парусную лодку. Юный Пётр Первый поручил восстановить судно и пустил его на воду. Так было положено начало потешной флотилии. Когда Петру Первому было семнадцать лет, он начал учиться строить корабли на Переславском озере. Под каким именем Пётр Первый посетил в 1697-1998 годах Европу с Великим посольством? Казак Фёдор, Сотник Алексей, Есаул Петров, Урядник Михайлов. Великое посольство – путешествие Петра Первого в Западную Европу для установления дипломатических отношений. В составе дипломатической миссии было более 250 человек. Среди них были представители различных профессий – от переводчиков до священников – во главе с дипломатами. Ехал в Европу и сам царь Пётр Первый, представлявшийся Петром Михайловым – урядником преображенского полка. Каких экзотических животных Пётр Первый успешно выставил под Псковом против шведской конницы во время Северной войны? Верблюдов, слонов, быков, ослов. В армии Петра Первого помимо русских воинов служили и представители многих народов, входящих в российское государство. В бою со шведской конницей царь пустил против неё калмыков на верблюдах. Поскольку в Швеции эти животные не обитают, лошади противника испугались диковинных животных и в панике бросились прочь. А уж разгром довершили всадники русской армии на обычных конях. Пётр Первый, вернувшись из-за границы, организовал музей редкостей, получивший название «Эрмитаж», «Музей восковых фигур», «Русский музей», «Кунцкамера». Вернувшись в Россию, Пётр занялся обустройством русского кабинета редкостей. Распорядившись перенести столицу России из Москвы в Петербург, Пётр также приказал перенести и государев кабинет. Вся коллекция была размещена в людских палатах при Летнем дворце. Помещение было названо на немецкий манер «Кунцкамерой». Событие это произошло в 1714 году и стало считаться датой основания музея. Открывая библиотеку при Кунцкамере, Пётр Первый повелел читателям платить деньги за посещение, мыть руки перед посещением, на выходе угощать чашкой кофе или рюмкой водки, приносить справку о грамотности. Открывая библиотеку, государь в разговоре с генерал-прокурором города, который выступал за то, чтобы брать с людей деньги за посещение библиотеки, повелел тому, кто придет в библиотеку, на выходе давать чашку кофе или рюмку водки. И это подействовало. Народ стал вставать в очередь, чтобы получить заветное угощение. Главному библиотекарю выдавались 200 рублей, сумасшедшие деньги по тем временам, на то, чтобы купить эту чашку кофе или рюмку водки. Какой год в истории России был самым коротким? 1672, 1699, 1710, 1720 год. С 1492 года каждый Новый год в России начинался с 1 сентября по юлианскому календарю. При Петре I в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова, Новый год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому юлианскому календарю. Таким образом, самым коротким был 1699 год в связи с переходом на празднование Нового года с 1 января. Какого роста был Пётр I? 170 см, 204 см, 215 см, 238 см. Пётр I был очень высокого роста, 204 см. По тем временам он считался настоящим великаном и был на голову выше всех. Однако размер его ноги совсем не соответствовал росту. Самодержец носил обувь 39 размера и был весьма узок в плечах. В качестве дополнительной опоры он всегда носил с собой трость, на которую мог опираться. Пётр I отлично владел разными ремёслами, но одному ремеслу так и не смог научиться. Какому? Столер, плотник, лапотник, кузнец. Пётр I освоил около 15 ремёсел, но особенно он любил токарное дело. По сей день в различных музеях хранятся 12 принадлежащих ему токарных станков, а ещё 38 утеряны. Но он не смог научиться плести лапти. Он сказал, нет ремесла мудрее лапотного. Пётр I увлекался медициной, а больше всего кардиологией, неврологией, стоматологией, урологией. Царю нравилось выдирать больные зубы. Этому его научил голландский дантист. Именно согласно указу Петра I в 1707 году на берегу Яузы был возведён первый сухопутный военный госпиталь. При этом госпитале начала свою работу медико-хирургическая школа. В том же году Петром Великим был издан указ о введении в Царской России звания зубного врача для всех выпускников госпитальных школ, осиливших специальный экзамен. Из Голландии Пётр I привёз много интересных вещей в Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах растениями, что учредил садовую контору специально для выписки заморских цветов. Их до сих пор высаживают в летнем саду как память о его создателе. Какой спортивный инвентарь усовершенствовал Пётр I? Лыжи, коньки, штанга, турник. Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Пётр Великий. Раньше коньки просто привязывали к обуви верёвками и ремнями. А идею привычных теперь для нас коньков прикреплённых к подошве ботинок Пётр I привёз из Голландии во время своего путешествия по западным странам. Сколько весила медаль за пьянство, учреждённая Петром I? Один килограмм, три килограмма, пять килограммов, семь килограммов. Медаль за пьянство считается самой тяжёлой в истории. Пётр I отрицательно относился к загульному пьянству, поэтому в 1714 году придумал, как бороться с ним. Награда эта, сделанная из чугуна, весила около семи килограммов, и это без цепей. На шею пьяницы эту медаль вешали в полицейском участке, а самостоятельно награждённый снять её был не в состоянии. Носить на себе знак отличия нужно было неделю. Пётр I был последним русским царём, но первым королём, императором, канцлером, президентом. Пётр I Пётр I – последний царь всея Руси и первый император всероссийский с 1721 года, правил страной на протяжении 43 лет, из них последние 4 года был императором. За что Пётр I получил титул «Великий»? За высокий рост, за победу в войне, за выдающиеся умственные способности, за многочисленные преобразования в России и придание государству статуса ведущей европейской державы. Конечно, Пётр I получил титул «Великий» за многочисленные преобразования в России. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ